доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях изменениях новостного фона и о том что происходит с динамикой финансовых активов ну что ж торговая сессия вторника это день безумного бычьего ралли рисковых инструментов причем если мы будем анализировать например тот же экономический календарь мы поймем то что день был абсолютно пустой и это ралли базировалась лишь на эфемерных облачных представлениях о том что завтрашний день должен быть лучше вчерашнего на оптимизме того что мировая экономика сможет справиться и довольно быстро с последствиями пандемии коронавирусной инфекции на данный момент на рынке присутствуют две противоборствующие силы это ожидания восстановления экономики после кави 19 эти ожидания подстегиваются сообщениями о смягчении мер карантина в ряде регионов и вторая сила она негативно это трение между а сша и китаем к вот этому негативному фактору я думаю что мы с вами вернемся еще не раз но сейчас стоит говорить уже по факту раз вчера мы видели повышенную склонность инвесторов к риску аппетит к риску разумеется трейдеры забыли о том как не просто сейчас складываются отношения сша и китае отложили опять же на убрали на второй задний план и сфокусировались на том что сейчас мировая экономика восстанавливается также мы еще раз убедились в том что рынком правят сообщение о появлении либо испытаниях тестированиях лекарственных препаратов и а вакцины против на вируса кови-то 19 некоторое время назад мы с вами изучали компанию модерна и и попытки найти чудо действий не препарата вчера на площадках центральной темы была компания американская фармацевтическая компания нового к со своим препаратом частности эта компания начала испытания на тестирование на людях первые 130 добровольцев учили препарат этот и соответственно цель этого тестирования понять насколько препарат эффективен и безопасен и честно говоря друзья когда я а стал изучать эту тему с этим новым препаратом и увидел то что результаты будут известны только лишь в июле я мягко говоря удивился и не понял чему же рынки так активно сейчас восхищаются и почему развивают такое стремительное бычье хорали также были сообщения о том что и с собрали на на разработку вакцины почти 10 миллиардов евро но я думаю вы все прекрасно понимаете собрать деньги это одно а действительно предложить что-то стоящее это совершенно другая тема поэтому на вчерашний новостной фон я смотрел сквозь пальцы и не видел реально истинный мощный движущей силы которая позволила бы лично мне отказаться от тех старых добрых идей которые предполагали продажу европейской валюты исходя из текущего курса монетарной политики и тех изменений которые могут произойти дальше я не видел оснований для того чтобы отказаться от продажи фунта учитывая то что мы с вами с нетерпением но я по крайней мере жду следующее заседание британского регулятора и рассчитываю получить и увидеть решение не только об увеличении программы количества смягчения но и о снижении процентной ставки до отрицательной территории но давайте все-таки чуть-чуть детальнее подробнее рынок нефти 36 56 тот оптимизм который сейчас обозначил является ли он для вас определяющим стоящим и фундаментально весомым это уже вам друзья решать для меня нет поэтому в отношении рынка нефти я лишь комментирую ситуацию то что сейчас и повышенный спрос на риск и ожидание того что усилий стран опек по сокращению добычи будет достаточно чтобы убрать с рынка избыток предложения это ожидание того что снятие карантинных мер будет в процессе осуществляться и происходить быстрее текущих опять же действий по ослаблению карантина и впоследствии изоляции скажут нет и мировая экономика будет снова открыта и это поспособствует ее стремительному росту я не верю в такое чудесное преображение того что сейчас происходит в плане экономической реальности и абсолютно уверен то что часть мер социального дистанцирования будут действовать еще не один год и восстановление мировой экономики не будет таким же быстрым как и спад который мы наблюдали ранее поэтому по рынку черного золота а бренду wti он уверенно стремительно растет там будет коррекция друзья и я жду эту коррекцию если она будет до 35 до 30 долларов за баррель соответственно это для меня триггер и возможность купить подешевле нефти зайти в долгосрочные позиции евро против доллара 1 0 9 36 х и вчерашнего дня 1 0 9 95 даже с учетом мощного движения которое мы видели в рамках м 1 торговой сессии пара евро доллар продолжает двигаться в диапазоне 1 10 1 0 8 и в этом диапазоне движения будут продолжаться на мой взгляд вплоть до следующего заседания и цб которая состоится уже на следующей неделе банков америка повторяет что они видят пару евро доллар ниже отметки 1 0 5 я сейчас ориентируясь на теста этой пары значения 1 0 7 но сначала нам нужно преодолеть планку 1 0 8 но все равно все эти ожидания указывают на то что главный валютный риск нужно продавать и на заседание чтобы хотелось услышать и скорее всего мы услышим это увеличение чрезвычайной программы помощи экономики и с и помощи собственно для оказания поддержки в борьбе с последствиями пандемии эту программу друзья могут увеличить на 500 миллиардов я думаю что этого достаточно будет для того чтобы давление на европейскую валюту усилилась и сейчас нужно принимать решение о новых мерах экономического стимулирования потому что еще некоторое время назад мы с вами признали факта уже серьезных дефлицу инфляционных рисков и инфляцию нужно конечно же разгонять фунт против доллара 1 23 15 х и вчерашнего дня 1 23 62 и честно говоря поддержку фунту вчера оказал не только повышенный спрос на риск в целом но еще и на комментарии главного экономиста банка англии холдейна о том что банк англии далек от решения по процентным ставкам я удивился этому комментарию потому что руководитель банка англии эндрю бейли буквально на прошлой неделе четко дал понять что изучается вопрос о введении отрицательных процентных ставок и скорее всего они будут приняты такое ощущение что они вообще никак не коммуницируют между собой но для меня позиция бейли руководителя банк англии является более авторитетной друзья и я все таки положусь на его комментарии поэтому буду ждать новые экономические стимулы и буду ждать отработки идеи продаж по паре фунт доллар с целью на отметке 120 американский индекс 9914 low 9880 и в частности точно такой же довольно узкий диапазон проторговки уже долгосрочный как и по евро доллару если по евро доллару это значение 110 108 по индексу американского доллара это 98 80 180 и здесь у нижней границы опять же повторяю что это те самые значения которые являются крайне привлекательными чтобы забегая на долгосрок принять решение о вложении в актив который обладает защитными свойствами и когда на рынке снова начнутся распродажи они обязательно последуют потому что так без коррекции рынок не может расти доллар опять же должен показать себя во всей красе такая же логика и по золоту 1705 были длинные позиции с отметки 1720 они остаются я также говорил что если мы подступимся к планке 1700 считайте что это еще дополнительная возможность выгоднее купить золото ну надеюсь то что вы этой возможностью воспользуетесь друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошей вам торговой сессии всего доброго до свидания